Здравствуйте, мои дорогие друзья! Тема сегодняшнего видео Кто имеет право делать массаж? Я после прошлого видео получила много вопросов от знакомых и от друзей, которые начали обращаться со своими случаями, со своими примерами. А вот такой человек может, а вот это может. А вот даже обратилась одна практикующая массажист, которая работает около пяти лет. И начала рассказывать свои удивительные случаи, как она помогла людям, как она помогла деткам, что она всем делает массаж, она не является медработником, что она не считает совсем справедливым, что я выдвинула версию, что может делать массаж только дипломированный медработник. Я долго думала, как же сделать это видео. И я его решила построить на случаях и примерах со своей практики, со своей деятельностью. Для тех, кто не смотрел еще те предыдущие мои видео, я хочу познакомить вас со мной. Значит, я закончила... У меня несколько медицинских образований. Первое образование – медицинская сестра. И я закончила медучилище. Затем я закончила Киевскую школу массажа и мануальной терапии. После этого я работала педиатрической патронажной медицинской сестрой. Ну, уже после этого высшее образование. Значит, кроме всего этого, я была мамой двух детей. И, плавно перебираясь к случаям, начнем с чего и как начала делать я массаж. Первые мои пациенты – это были мои детки. Вот на них я и практиковала все то, что знала до этого. Я им делала массаж с полтора месячного возраста. Я наблюдала за ним, как они на одно реагируют, как на другое. То есть, до, пока деткам не исполнилось два-три годика, это были мои первые клиенты, которые выросли и превратились в прекрасных взрослых мужчин, у которых свои прекрасные крепкие семьи. После этого началась моя профессиональная деятельность. Первыми моими клиентами были детки с гипертонусом и гипотонусом. Я обещала вам, что буду говорить таким простым языком, чтобы было понятно и для простых слушателей, не только для медработников. Хотя это видео для медработников, кто практикует массаж, для тех, кто просто закончил курсы и не является медработником. Также это мое видео для мам, чтобы вы были мудрыми в выборе специалиста. И это ни в коем случае не реклама. Просто я очень хорошо понимаю, что дети – это самое дорогое, что есть у нас, у родителей. Это наше будущее, это наше счастье. И если с ними все хорошо, мы в первую очередь счастливы. Здоровое общество. Поэтому в этих крошечек нужно вложить самое лучшее. Быть очень ответственными за их дальнейшее созревание, взросление, за жизнь будущего человека. Значит, первые мои пациенты были у кого повышенный тонус ручек и ножек или ослабленный, понижен. Это самые, как бы, простые считаются состояния. При этом нужно знать просто правильность движений массажных и правильно все это делать. Я сначала не бралась за тяжелые случаи, читала, изучала. Раньше не было интернета, как сейчас. Все приходилось на библиотеки, на учебники. Иногда по два раза прочитывала все. Но это не важно. Говорим о случаях. И первым моим ребенком с гипертонусом, не первым, одним из первых деток, можно сказать, в первой двадцатке, был очень интересный ребенок. Имена я не буду говорить, ни мам, ни родителей. Обратились с ребенком в три месяца, повышенный тонус ручек-ножек. Начали делать массаж. В три месяца курс сделали. В шесть месяцев прервался курс. Позвонила мама и сказала, вот ребенок с воспалением легких после Кристин. И ребенок попал в больницу. Пролежали они там. Я уже не помню, какое время. Вернулись домой. Мамочка звонит в слезах. Ребенок выздоровел. Но он не держится на ручках. Вот когда лежит на животике, вообще не опирается на ручки. Я его ложу, как он раньше. Он такой крепыш был. Он берет и падает. Она в слезах. Я ей говорю, не переживайте. Давайте приходите ко мне. Они приходили ко мне. Захотели вы на дому у меня делать массаж? Пришли ко мне. Я им сказала, что не переживайте. Это все восстановимо. Просто ребенок был ослаблен болезнью. У нас нормализовалась ситуация за три дня. Ребенок уже хорошо поднимался. Хорошо держался. Такой веселенький был. Закончили мы курс, как положено. Ребенок здоров. Второй случай у меня был. Я просто случаев было много. Но самые такие в моей памяти яркие буду вам рассказывать. Второй, который приходит мне на память, случай. Очень тяжелый был случай. Это после простых массажей, которые я брала без всяких патологий, без ничего. В один из дней ко мне обращаются родители, ребенка. Папа в слезах приходит с мамой и говорит, пожалуйста. Я вам рассказываю, как и было. Пожалуйста, наш ребенок умирает. Мы готовимся к похоронам. Нам отказали уже все. Сказали, что невозможно что-то сделать. Ребенок. Мы не знаем, что с ним. Сначала рассказываю, как родители говорили. Ребенок. Мы не знаем. Ребенок. Мы вам, если что, принесем карточку. Мы не поймем уже, что с ним. Один одно говорит, один другое. Но вроде как воспаление, ничего не могут сделать. Ребенок умирает. Мы режем поросенка к похоронам. Я в таком шоке. Они плачут, стоят. Говорю, вы понимаете, что массаж – это не спасение от смерти? Я не знаю, что с вашим ребенком. Как если отказались врачи? Что я могу делать? Я не врач. Я тогда была просто медсестра. Просто вот массажист и все. Пожалуйста, на вас одна надежда. Мы что-то уверены, что вы поможете. Они не говорили даже что-то. Мы уверены, что вы поможете. А вас все говорят. Давайте, пожалуйста, посмотрите ребенка. Я им конкретно отказываю, что нет. Я не буду. Если врач назначение будет, назначение от врача я буду делать. А так и то я должна смотреть. Но эти родители вот в такой холодный зимний день были опять у ворот с этим бедным ребенком замотанным. Я не могла их не пустить в дом. Думаю, ну ладно, хотя бы посмотрю. Когда я увидела, я вам не могу передать мой ужас и страх, что я видела. На тот момент ребеночку было, если мне память не изменяет, где-то около годика. Но он выглядел на шестимесячного ребенка. Тургар кожи никакой. Он весь был серенький, худенький, маленький. Он не открывал глазки. Он спал, с трудом дышал. И когда померили температуру, я даже не знала, что с ним делать. Температура была 37. Я им говорю, что я не могу делать массаж, когда у ребенка температура. Когда он в таком состоянии. Они настаивают, делайте и все. Смотрите, что с ребенком. Мы вам карточку принесли. Хуже уже никто не сделает. В случае чего к похоронам мы готовы. У ребенка температура. При этом массаж не делается. Тем более в таком случае. Я, чтобы успокоить их. Верьте, не верьте, мне было страшно прикасаться к этому малышу. Я буквально вот, можно сказать, даже не касаясь него, водила рукой по этому малышу. Они сидели и плакали. Вдвоем сидели и плакали. Я не знаю, 3-5 минут, сколько. Я уже не помню по времени. Но в это время мы приходим к тому, что мама говорит, что делать мне. Он не кушает, он не пьет водичку. Я говорю, она грудное молоко. У нее с грудью было все в порядке. Говорит, сцеживаю. Я говорю, ну, знаете, пипеточкой по капельке. Давайте в ротик молочко все. Скажите мне, что взять из лекарств. Я в тот момент только еще училась на фармацевта. Я говорю, ну, какие лекарства? Вам практически никакие лекарства не нужны. И говорю ей, ну, возьмите для себя что-то успокоительное. Возьмите. Я предложила ей просто успокоительное. И говорю, она говорит, у меня сильно голова болит. Ну, говорю, детский парацетамол. У нее сироп был. Пейте вы детский парацетамол. Ему от температуры давайте, если будет выше 38. Она говорит, 38 не бывает у него. Вот 37, 37,1 держится. То есть советов было никаких. Водичку давать. Я сказала, что давайте водичку с ромашечкой ему. И молочко. По часам, вот через каждый час. Я сама не уверена была, что ребенок выживет. Ушли они. Я не спала всю ночь. На следующее утро, в 8 часов утра, они опять у меня. Я говорю, почему так рано? Пока все хорошо, давайте делаем. Температуры нет. Говорю, а что вы делали? Мама говорит, а я ж подумала. Вы сказали, что через молоко может что-то попасть к нему. Я пью парацетамол. Я пью парацетамол. Я пью успокоительный. Я пью ромашку. Ему давала через каждый час пипеточкой. То ромашку, то молочко свое сцеживала. И вот температуры сегодня нет. Делаем массаж, они опять говорят. Хорошо, делаем. Что вы думаете? Я не знаю, каким чудом, но через 2 недели они понесли ребенка, похороны отложились. Они понесли этого малыша к врачам. Не диагностировалось у него воспаление легких. А что было на самом деле с ребенком? Я же карточку изучила. У ребенка тяжелейший порог сердца и детский церебральный паралич. Плюс воспаление легких. Эти детки не живут. И врачи все правильно сказали. Но знаете, для родителей ребенка, какой бы он ни был, это же его. И хочется пусть на тот один день проживет больше. И то это за счастье, за радость. Иногда вот котенка подбираем жалко, какую-то собачонку, а тут свой ребенок. Им врачи говорили, что, и они правильно говорили, что с этим не живут. Они обычно годик-полтора, там порог сердца такой сложный, что невозможно было делать никакую операцию. И не было смысла в этом. Но этот ребенок прожил 3,5-4 годика. Мы делали массажи. Им говорили, что этот ребенок не на ножки не станет, не сядет. Там все было очень тяжело. Но этот ребенок даже говорил, мама, а для них это была большая радость, этот ребенок кушать просил. И ребенок интересовался игрушками. Он прожил маленькую жизнь, короткую, но на радость папе с мамой. Они сделали все, что могли в своих силах. Потом запоминался мне случай, запомнился случай с дисплазией. Приходит мама с бабушкой, с девочкой ко мне на массаж. И говорят, вот, пожалуйста, помогите. У нас мы с назначением, но мы делали в одном центре, сказали в каком. Но мы не можем больше там делать, потому что ребенок орет, а мама падает в обморок. Говорю, почему орет? Вот, не знаю. Но при дисплазии это несформированность тазобедренных суставов. Массаж нужно делать с элементами гимнастики. И этот массаж, он реально болюч. Начала я делать массаж. Девочка не дается даже прикоснуться. Крик. А мама почти, да, почти в обмороке. Я говорю, да как же будем делать? Я, во-первых, никогда не делаю, чтобы ребенок кричал. И вот все, кто смотрят мамочки, кто меня знает, меня знают многие, через меня, через мои руки очень много деток прошло, скажут, что у меня дети не плачут на массаже. С этой девочкой мы два дня просто знакомились, разговаривали. Девочке было шесть месяцев. Я ее брала на руки, в общем, разные там мои ухищрения. Мы с ней подружились, делали массаж. И массаж получилось сделать 20 дней, без криков, без плача. Там очень сложная дисплазия была. Этой девочке ортопеды специальное пеленание назначали. Шины распорки, стремена Павлика. В общем, разные там средства были. Все-таки девочка была, конечно, в стременах. Но мы делали массажи до этого, как ее туда определяли. И после этого тоже восстановительные, восстановительные реабилитационные мероприятия. Дальше самый тяжелый, самый удивительный случай произошел у меня. Это где-то три года, как я уже хорошо работала с массажем. Встретилась я с одной знакомой мамочкой в медицинском центре. Она бегала с документами, проблемы с ребенком. Ребенку было около годика. Даже не около годика, где-то шесть месяцев. Она мне показала карточку, я посмотрела, что и как. И говорю, тут нужно делать массаж. Она говорит, не знаю почему, врачи не рекомендуют, с ребенком не все так хорошо. Там была неврология, несколько неврологических диагнозов. Эпилептические очаги обнаружены были. Ребенок был почти год на лечении в детском центре матери ребенка. Они его забрали оттуда, потому что началась интоксикация лекарственными препаратами. Не знаю почему, им не рекомендовали массаж. Если делает хороший специалист, можно было до годика снять многие симптомы тех заболеваний, что у него было, без всяких лекарств. Но врачи не рекомендовали, мама очень прислушивалась к этому. Еще раз мы с ней встретились, когда ребенку было около годика. Я опять же таки, что нужно делать массаж. Давай попробуем хотя бы. Она нет. Я еду, я его покажу другим специалистам. Не помню, уже то ли в Киев, то ли в Москву они ездили. В общем, на пороге моего дома они появились примерно 2 года и 3 месяца, 2 года и 5 месяцев. Где-то так. Кроме всех тех диагнозов, что было с ребенком? Им уже рекомендовали массаж, рекомендовали все врачи, потому что уже непонятно было, что делать с ребенком. Но почему рекомендовать стали? Что проблема вышла в том, что атрофия мышц. Мышцы не развивались, ребенок не ходил. И когда я сама обследовала, обсматривала ребенка, вертела, крутила его, оставляла понаблюдать за ним, у него были сложные симптомы, когда он спокойный и расслабленный. Приятная музыка звучала. Он ни с того, ни с сего, не пугаясь, ничего, так как сожмется весь, расслабится. И ножки у него потом, вот синдром рыбьего хвоста, вот как-то так делали. Мы начали делать массаж. Я начала делать массаж. Мама этого ребенка говорит, скажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете, все, что лучшее, чтобы я использовала. Потому что, говорит, чтобы моя совесть была чистая. Все, что знаете, я тогда училась на фармацевта. В медицине все, что знаете, все самое лучшее говорите. Я ей говорила, чтобы она советовала с врачами. Ну, что я могу советовать? Давайте будем делать массаж. Давайте будем делать, дома делайте ванночки с травами, аромалампа с аромамаслами. Это то, что я рекомендовала. Ну, и витаминные комплексы по возрасту ребенка советуйте с вашими лечащими врачами. Мама согласилась. Массаж мы делали, 20 дней делаем массаж, 7-10 дней перерыва. Опять 20 дней делаем. Мы не делали с целью. Я не уверена была, я вообще не верила, что ребенок пойдет после массажа. На второй курс массажа приходит бабушка с ребенком и говорит, Тетя Алена, а мы ходим. Как, говорю, ходите? Она принесла всякие угощения от радости и гостинцы. Как не ставим ребенка? Ну, не ходит он здесь у меня. Делаем опять массаж. А массаж тяжелый был, потому что он длился полтора-два часа в этом случае. И он умничка лежал, мы с ним разговаривали еще. Он очень плохо знал русский язык, потому что здесь все говорят, тут румыно-говорящее население на румынском языке. Как-то я с ним находила общий язык сама, на мое удивление. Как-то мы с ним ладили. Но он вот перед массажем, я то, что запомнила, он ложился, так ручки назад, начинали мы с ножек. И он говорил, не буду говорить имя, я солдат. Ну, по другому языку перевод. Я солдат. Я настоящий мужчина. Я король. Массаж делают только королям. Вот мы делали массаж. Этот ребенок, его семья стали буквально членами нашей семьи, потому что мы делали в течение полтора года массаж. И еще что интересно, в тот день я не увидела, как он ходил, но на следующий день он был с сестричкой. И она его одевает возле массажного стола, а на диване лежали игрушки. И он так берет раз, два шага и до дивана. Какая была у нас у всех радость. Что еще интересно, они пошли после два года на обследование. Были у всех тех специалистов, кто курировал их раньше. К моей радости, там было очень много изменений в лучшую сторону. Там была и томография произведена, энцефалограмма. Все врачи, а курировавшая врач, говорит, я не знаю, что за чудо в вашем случае произошло. Говорит, массаж вообще дело неплохое, если делает специалист. Но эпилептические очаги на данный момент не обнаружены. Я вам рекомендую, делайте дальше эти ваши массажи у того же человека и на обследование через время. А еще хочу сказать, когда мы начали этому ребенку делать массаж, родители, это очень бедная семья. Они не хотели бесплатно, чтобы мы делали массаж. Они уехали на заработки в Россию. И представьте, полтора года делался массаж. 20 дней делается, полтора... 20 дней делается, 7-10, максимум 15 дней мы делали перерыв. Опять так само, вот так вот мы дружили полтора года. И моя мама, тоже медработник, тоже фармацевт, она когда узнала о этом ребенке, еще в начале, еще до того, как он начал ходить, она меня очень ругала. Говорила, ты что? Ты за такой случай взялась? Врачи отказались. Что ты обещаешь? А я ничего не обещала. Я обещала, что мышцы атрофироваться не будут. И она говорит, тебя убьют за такие деньги, на глазах у собственных детей. И нам меняет ее слова по 10. Думаю, действительно, люди тратят такие деньги, и вдруг не будут никакого толка. Кто знает, как потом, какая реакция будет. Но в один день мои родители приехали к нам, забирали моих детей к ним на каникулы. Бежал этот мальчик. Ему было где-то, но он уже в садик ходил. Бежала сзади, шли его родители, и кричала. Тетя Алена! И смотрите, я бегу, я бегу все быстрее и быстрее. Ловите меня! Радости не было предела. Мама ребенка говорит. Вот этой тете ты будешь руки и ноги целовать, ты за счет нее ходишь. Сейчас это такой высокий, красивый парень, чтобы он был счастлив и здоров. Значит, дальше. Уважаемые медработники, уважаемые неспециалисты и мамы. Я сейчас делаю паузу и перейдем ко второй части этого видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я не хочу себе Katrina dating value-to-техом. Субтитры Алексею Дубровскому все. Буквы Wade не обеяккает всё.